20-го года. Так, значит, здесь есть такая функция синус единица разделить на х квадрат минус 6х плюс 8. Так, и тут требуется про нее всякое разное сказать. Так, ну давайте смотреть. Значит, может быть, у вас есть какой-то более конкретный вопрос про эту функцию? Да, мне непонятно, как определять разрывы. То есть, ну интуитивно понятно, что здесь будет разрыв второго рода, потому что, ну, ни скачка, ни устранимого разрыва здесь, ну, наверное, быть не может. Но вот я не уверена. Ну давайте смотреть. Еще вопрос, как находить асимптуру такой функции, потому что там же мы должны на х поделить, там вообще что-то непонятное. будет. Ну, давайте смотреть, значит, что здесь происходит. Во-первых, давайте посмотрим, где функция является непрерывной, в каких точках. Опять же, мы можем пользоваться нашими знаниями про непрерывность, про то, какие функции непрерывны, где. Значит, что у нас здесь есть? У нас здесь есть синус. Это внешняя функция. Есть внутренняя функция. Это вот эта вот дробь и низ разделить на х квадратный на 6х плюс 8. Значит, где у нас вся эта штука непрерывна? При каких иксах? Ну, при всех, кроме двойки и четверки. Значит, всюду, кроме х равняется 2, х равняется 4. Да, можно разложить знаменатель на множители. х минус 2, х минус 4. Да, вроде похоже на правду. Значит, действительно, непрерывность всюду. Ну, дальше что мы говорим? Мы говорим, что вот эта штука непрерывна всюду, кроме нуля и знаменателя, потому что это просто рациональная функция. Многочлен делить на многочлен. Про такие штуки мы знаем, что они непрерывны на области определения. Ну, а внешняя функция – это синус, она непрерывна всюду. Стало быть, композиция непрерывна всюду, кроме вот этих точек. Значит, если у нас есть какие-то разрывы, то они есть тут. Теперь давайте пробуем понять, что здесь за разрывы. Значит, давайте посмотрим, что будет происходить. Вот, допустим, у меня х стремится к двойке. Допустим, х стремится к двойке слева. Какая-то такая штука. Что происходит с вот этим аргументом синуса в этом случае? Что происходит с этой штукой? Ну, он стремится к синусу нуля слева. Сейчас, сейчас, секунду. Во-первых, сейчас пока вопрос не про синуса, а про то, что стоит под синусом, про аргумент синуса. Куда он стремится? К бесконечности стремиться, нет? Да, давайте посмотрим. Значит, я говорю, что х стремится к двойке слева, то есть х чуть меньше двойки. Значит, если х чуть меньше двойки, значит, х минус 4 – это отрицательное число. Да? Да. А х минус 2 тоже отрицательное. Значит, отрицательное, но при этом маленькое. А эта штука, она порядка минус 2, близко к минус 2. Значит, если мы единицу делим на что-то, ну, получается, что знаменатель стремится к нулю справа. Да? Если вот эта штука стремится к нулю справа, значит… Ну, что вопрос? Да-да. Точнее, да. Да. Вот на терме мы можем просто оценивать, да? Говорим там, это стремится к тому, это к тому. Надо что-то доказывать. Ну, для креи х, стремящимся к двойке слева, конкретно, что предел х минус 2 равен тому, х минус 4 равен тому? Или это можно просто… Нет, ну, в данном случае, ну, как бы, конкретно вот в этой задачке тут можно было пользоваться всякими разными штуками, которые мы там когда-то доказывали. Поэтому здесь нет требования доказать все по определению, можно пользоваться там айфметикой пределов, похожими, всякими похожими утверждениями. Вот, то есть можно сразу сказать, что там х минус 2 стремится, значит, к нулю слева, вот эта штука стремится к минус 2. Ну, да, значит, у нас получается, что весь знаменатель стремится, значит, мы число близкое к минус 2 умножаем отрицательное число меньше нуля, значит, вся штука стремится к нулю справа, и, значит, дробь стремится к плюс бесконечности. Ну, вот такого типа рассуждения здесь можно пользоваться. Понятно, что если бы вас потребовали доказать то же самое по определению, то нужно было бы часто там для всякого эпсиала находить дельту и так далее. Хорошо, значит, вот эта штука стремится к плюс бесконечности. Что происходит теперь с вот этой штукой? Значит, аргумент синуса стремится к плюс бесконечности. Что происходит здесь? Ну, по-моему, предела нет. Предела нет. Ваша правда, и как там себя синус ведет, когда его аргумент стремится к плюс бесконечности? Ну, он вот колеблется от единички до минус единички. Ну, наоборот. Да, ну и так, и так. И от минус единицы до плюс единицы, и от плюс единицы до минус единицы. Значит, давайте посмотрим. Здесь у меня есть двойка, у меня есть четверка. Вот, и в этом пределе у меня получается, что картинка выглядит как-то вот так вот. Давайте посимметричнее. Значит, здесь у меня x, тут y, и вот здесь будет единица, здесь будет минус единица. Вот что-то в таком роде. Хорошо. А если я подхожу к двойке, наоборот, вот отсюда, справа, что-то будет происходить. К минус бесконечности. Да, эта штука будет, аргумент будет стремиться к минус бесконечности, а синус что будет делать? Ну, тоже так же. Да, тоже как-то вот окно все будет вести. Вот. А около четверки что будет происходить? Тоже похоже. Да, около четверки на самом деле происходят очень похожие вещи, потому что в любом случае эта дробь стремится либо к плюс, либо к минус бесконечности, а и на плюс, и на минус бесконечности, и синус ведет себя очень похожим образом, и он будет бесконечно остылировать. То есть возникает на самом деле вот такая вот картинка. Что мы можем сказать теперь? Во-первых, что можем сказать про вот эти вот точки разрыва 2.4? Какой тут тип? Второй. Да, разрыв второго рода. Их там два, либо полюс, либо существенный. Полюс, получается. Какое определение полюса? Ну, потому что с одной стороны к плюс бесконечности, с другой стороны к минус бесконечности. Ну, не обязательно так. В принципе, мы полюсом называем любой предел, когда есть какой-то, когда предел, ну, значит, по той классификации, которая у нас была, если предел равен бесконечности, то тогда х0 полюс. Вот так. То есть это означает, что у нас может быть стремление с одной стороны к плюс бесконечности, с другой к минус, может быть, с одной стороны к плюс, другой к плюс. В общем, тут может быть по-разному. Просто если при приближении х к х0 значение модуля стремится к бесконечности, неважно как, то тогда х0 считается разрывом типа полюса. А про тебя вы написали? Просто... Поэтому вот этот разрыв никаким полюсом быть не может. Здесь функция наша, вот эта функция, никакой бесконечности не стремится, она там все ограничена. Поэтому это существенный разрыв. Разрыв, раз второго рода не полюс. Честный разрыв, это все, что не полюс, да? Это все второго рода, что не полюс, да. Это все, у чего нету односторонних пределов, хотя бы одного одностороннего предела, и все, что не полюс. Вот. Значит, с этими точками разобрались. Соответственно, что можно сказать про вертикальные асимптоты? Их нет, потому что в любой точке там уже функция ограничена. Да, нет в силу ограниченности. Совершенно верно. Вот. Значит, если была бы вертикальная асимптота, то был бы бесконечный предел, если было бы бесконечный предел, то не было бы ограниченности. Хорошо. А что насчет горизонтальных асимптотов? Ну, их вроде тоже нет. Почему? А, хотя нет, есть, наверное, ноль. Да, но на самом деле, если мы посмотрим на предел при х стремящемся, на самом деле, неважно, в данном случае, к какой бесконечности, для этой функции. Да, что можно заметить, опять же, внутренняя функция куда стремится, когда х стремится к бесконечности? К нулю. К нулю. К нулю, да. Значит, дальше можно воспользоваться непрерывностью синуса и теоремой о пределе сложной функции. Значит, можно сказать, что это будет синус от предельного значения. Значит, это непрерывность синуса и теорема о пределе сложной функции. Вот, и дальше понятно, что это будет просто синус нуля, то есть ноль. Поэтому горизонтальная асимптота есть, то есть если посмотреть наоборот на… Ну, то есть, короче говоря, вот эти вот осцилляции, они на самом деле в какой-то момент заканчиваются, и после этого наступает просто вот такое вот стремление к нулю. И я тут сейчас не протяну на то, что я правильно этот график рисую. Он может к нулю стремиться то ли сверху, то ли снизу. Я, честно говоря, сейчас не… Ну, то есть, чтобы понять, с какой стороны, здесь нужно аккуратно посмотреть на знак этого выражения. Ну, в принципе, понятно, когда х стремится к плюсу, что к минусу бесконечности, вот эта штука стремится к… Значит, знаменатель стремится к плюсу бесконечности, значит, эта штука подходит к нулю с положительной стороны, и поэтому у нас получится вот такая вот картинка. Вот какая-то такая штука получается. Можно вопрос? А вот мы сейчас вот искали горизонтальную асимптуру, просто, ну, х устремляли к бесконечности и смотрели на пределы этой функции. А мы могли делать как для наклонной асимптуру, то есть сначала поделить на х? Ну, пожалуйста, да, могли бы, могли бы. Ну, а как, ну, то есть, ну, что, поделили бы на х, да, дальше, значит, поделить на х. Дальше что мы получаем? Мы получаем, что здесь эта штука ограничена, а эта штука стремится к нулю. Значит, сразу сказали бы, что вот эта штука равна нулю, это наше b. То есть поняли бы, что это горизонтальная асимптура. О, не b, наоборот, k. А дальше нам в любом случае нужно было бы искать b, то есть искать смещение этой штуки. И это означает, что нам нужно было бы искать вот такой предел. Значит, мне нужно было бы из этого самого синуса вычесть 0 умножить на х. Ну, то есть ровно искать тот же самый предел, с которого мы начали. То есть если вы хотите универсальный алгоритм, который одновременно вам ищет горизонтальный наклон на асимптуру, то, конечно, вы можете сразу искать наклон на асимптуру, и он выдаст правильный результат. Но если вы можете быстренько понять, что на самом деле тут никаких наклонных асимптод нет, а есть только горизонтальные, то вы сэкономите себе вот этот шаг. Если вы поняли, что асимптон горизонтальный есть, то больше никакие наклонные проявлять не нужно, и вычислили на один предел меньше, чем могло бы быть. Получается достаточно того, что мы нашли горизонтальные асимптоды, и потом пишем, что следовательно, наклонных уже нет. Ну да, но смотрите, что мы сделали. Мы проверили, что у нас есть горизонтальная асимптода и на плюс, и на минус бесконечности. У нас вот здесь я написал, x стремится просто к бесконечности. Это потому, что я знаю, что знаменатель стремится… То есть поведение этой функции одинаковое на плюс и на минус бесконечности. Потому что здесь у нас знаменатель стремится одинаково. Ну, на самом деле, даже если бы знаменатель стремился по-разному, он все равно стремился бы к нулю, тут в нее разницы бы не было. Если бы была какая-нибудь экспонента от вот этой вот штуки, ну, тут могли бы быть тонкости. Ну, не от этой штуки, если бы была какая-нибудь экспонента просто от квадратного трехчлена. Вот. Там могли бы быть какие-то другие штуки или нет квадратного. В общем, короче говоря, тут мы видим, что у нас пределы и вправо, и влево одинаковые, поэтому мы как бы заняли оба слота, которые могли бы быть заняты либо горизонтальными, либо наклонными асимптотами, мы их оба заняли вот этой вот горизонтальной асимптотой чисто нулевой. Ну, значит, никаких наклонных асимптот нет, никуда не поместится. Я в плане объяснения того, что вот краткое такое объяснение, вот нашли горизонтальные, следовательно, наклонных нет, достаточно ли? Ну, да, но тут нужно пояснить, что мы нашли как бы обе горизонтальные. В обе стороны. Да, в обе стороны, что есть бесконечность рассматривается и плюс бесконечность, минус бесконечность, одновременно обработали. Хорошо. А вот у меня еще вопрос. Можете чуть повыше подняться? Все, стоп, стоп. Вот желтое снизу, непрерывный синус. Что это значит? Ну, я обосновываю вот это равенство. А именно я говорю, что это равенство выполняется, потому что, во-первых, внешняя функция непрерывна. Ну, а раз внешняя функция непрерывна, то можно применить теорему о пределе сложной функции. Она говорит, что предел можно вносить под непрерывную функцию. Что мы и сделали. Хорошо, спасибо. У нас была такая теорема, что теорема предела сложной функции, что если у нас g непрерывна в точке y0, а предел при x, стремящемся как x0, f от x равняется y0. Если это так, то вот такой предел, это все равно, что вот такой предел, то есть это просто же от y к 0. Вот как раз это утверждение, что под непрерывную внешнюю функцию можно вносить знак предела. Я такой вопрос правильно понимаю, что если мы рассмотрели предел при x-стремящемся к бесконечности, и у нас есть, получается, горизонтальная асимптота, то наклонов не будет. Да, значит, если это предел именно вот такой вот, при x-стремящемся к бесконечности, это означает, что у вас автоматически обработаны в случае и плюс бесконечности, и минус бесконечности. И это означает, что вы оба слота, которые могли быть заняты либо горизонтальным, либо наклонными асимптотами, заняли вот это горизонтальное асимптот, в том числе нулевой. А вот что, вот этот предел при x-стремящемся к бесконечности, что он покажет в случае, когда у нас асимптоты разные на плюс и минус бесконечности? Он покажет, что нет такого предела. Ну вот, например, если у вас, скажем, какая-нибудь функция типа, допустим, 1 на 1 плюс e в степени минус x. Моя любимая сигмоида. Значит, вот если я спрашиваю, чему равняется предел при x-стремящемся к бесконечности f от x, то правильный ответ какой? Непонятно, потому что e в степени минус x зависит от того, в какую сторону стремится. Да, ну вот на самом деле просто этот предел не существует, ровно потому что зависит. То есть, как бы, что такое предел при x-стремящемся просто к бесконечности? Это означает, что значение функции приближается к соответствующему пределу, когда модуль x становится большим. Но в данном случае, если мы знаем только то, что модуль x большой, то мы не знаем, куда приближается эта функция. Она может приближаться к единице, а может приближаться к нулю. Поэтому этот предел не существует. Это как? Это аналогично, на самом деле, это аналогично односторонним пределам. Можно считать, что у нас у бесконечности как бы есть две окрестности. Одна называется плюс бесконечности, другая называется минус бесконечность. Соответственно, если у нас есть одинаковые пределы при плюсе при минус бесконечности, то тогда и вот такой предел существует. А если разное, то такой предел не существует. То есть если на Метеорме у нас будет задание найти асимптоту, и мы будем смотреть этот предел на бесконечности, и получится, что нет предела, тогда нужно будет рассмотреть по отдельности, плюс бесконечности, минус бесконечности. Да. Спасибо. А мы можем разобрать из 2018 года Метеорма 5 и 6 номера? Так, из 2018. А еще можно потом из 2020 года четвертую задачу? Так, из 2018, 5, 6, из 2020, 4. Из 2020, там же просто пример функции, да, вот уже был привести в шестую задачу. Это можно просто огласить, если подходит? Нет, нет, пример функции, нет, пример функции, значит, 20 год, четвертая задача, функция вопрелена в некоторый прокол от окрестностей точки минус 3, про нее известно, что. Нет, шестая, шестая. А, шестая? Да. Шестая. Обязательно ли она является сюрреективной? Если да, докажите, если нет, приведите контакт пример и докажите, что он подходит. Вот, просто пример, если привести, можете? Ну, вы тогда доказываете, что она не является сюрреективной? Да. Это неправда. То есть, если она определена вот только от минус 4 до 4, то есть ее нельзя просто ограничить, да? Вот в этой задаче функция сюрреективна. Ну, давайте я сейчас внесу это сейчас себе в списочек. Значит, 2020 год, четвертая, шестая задача. Так, давайте вернемся к 2018 году, а потом вернемся к 2020. Так, 18-я, 5-я, 6-я. Так, 18-я, 5-я. Итак, минимум является непрерывный. 18-й год, номер 5. Значит, ну, здесь вопрос, правда ли, что обязательно, значит, F и G непрерывны? На отрезке, там, от минус 1 до 8. Верно ли, что H тоже непрерывно? Ну, вот в том-то и дело, что кажется, что как будто, а как по-другому? Ну, хорошо, тогда нужно доказывать, что это верно. Ну, фактически, чего нам нужно сказать? Нам нужно сказать, что... Значит, как у нас эта штука устроена. Вот у нас есть две функции. И вот у нас есть минимум из этих двух функций. То есть, это вот такая вот штука. Это вот такая вот вещь. Ну, давайте смотреть, какие у нас здесь есть вообще варианты. У этой задачи есть, на самом деле, короткое доказательство, но оно немножко такое, хакерское. Давайте я попробую все-таки рассказать чуть более рабочекрестьянское. Давайте смотреть, значит, что у нас... Давайте возьмем какую-нибудь произвольную точку. Точка X0, лежащая на этом отрезке. Ну, давайте сейчас для простоты возьмем внутреннюю точку. С концами там отдельно разберемся. Значит, какие у нас вообще есть варианты? Ну, X0 лежит либо на F от X, либо G... Ну, то есть, грубо говоря, если мы рассматриваем функцию H от X, то она будет нам выдавать значение либо F от X. То есть, если F от X нулевого меньше, чем G от X нулевого, то это будет значением F от X нулевой. Если G от X нулевое больше, чем F от X нулевое, если G от X меньше, чем F от X нулевое, то значит, это будет G от X нулевое. Да. Ну, вот давайте рассмотрим первый случай, когда кто-нибудь из них меньше кого-нибудь. Допустим, что F от X0 меньше, чем G от X0. Тогда H от X0 равняется F от X0. Ну, и смотрите, что можно сразу сказать. Давайте... То есть, я хочу сказать, что в этом случае предел H будет равняться тоже F от X нулевого. То есть, если у меня X близок к X0, то значение H будет тоже близко к вот этой вот штуке, к H от X0. Почему это так? Давайте посмотрим. Если X близок к X0, то H от X будет чему равняться? Оно будет равняться F от X или же от X. Такое ощущение, что... Ну, как бы понятно, что F от X. Наверное, как-то обосновательство надо в силу того, что они непрерывны? Ну да, на самом деле, на самом деле, в силу непрерывности, ну, что можно сказать? Значит, можно сказать, что у нас есть функция G от X минус F от X. Давайте вот рассмотрим такую функцию. Назовем ее как-нибудь Z от X. Она непрерывна, потому что это разность двух непрерывных функций. И тогда Z в точке X0 больше нуля. Ну, а дальше можно воспользоваться таким свойством непрерывной функции, которая мгновенно следует из определения предела, что это означает, что существует такая дельта, что для всех X из дельта окрестностей точки X0 Z от X больше нуля. Почему это правда? Как это понять? Почему такая окрестностей найдется? То есть, иными словами, я говорю следующее, что если у меня непрерывная функция больше нуля в какой-то точке, то она в окрестности этой точки, где-то некоторые окрестности этой точки, в которой она тоже будет больше нуля. Почему это правда? А теорему о корне мы можем использовать? Чем она вам поможет? Ну, не знаю, как-то интуитивно. Просто я представляю, как график мог бы располагаться, если бы это было не так. Ну, вот у вас непрерывная функция. Значит, понятно, что она в какой-то момент может обнулиться, но утверждение состоит в том, что в какой-то окрестности она не обнуляется. Не очень понятно, как вам теорем о корне поможет. Теорем о корне, наоборот, она позволяет доказать, что функция обнуляется при каких-то условиях. Вам нужно, наоборот, доказать, что функция не обнуляется. Как это сделать? Ну, кажется, что из непрерывности. Пусть это неправда, тогда, значит, у нас должно быть для любого, для любой дейты z от x меньше равен нуля. Возьмем вот, как сказать, z от x делить на 2 и получим, что она прерывная. Что-то такое. Но это, наверное, не оптимальный вариант. Ну, да, в принципе, можно сделать так, как вы говорите. Можно построить последовательность. Если мы предполагаем, что в любой окрестности, то есть если мы предполагаем, что у нас картинка устроена как-то так, что в любой окрестности нашей точки у нас есть значение отрицательное, то есть как-то вот так наша функция должна вести себя. Понятно, что она не может быть, но при этом в самой точке вот в этом значение положительное. Ну, как бы, например, можно построить последовательность отрицательных значений, которая просто не будет стремиться вот сюда и, пользуясь там пределом по пределам гейна, доказать, что тогда предел бы не существовал. В данном случае можно это сделать проще по-рабоче-крестьянски, взять предел по кашей, значит, так как из предела по кашей нам известно, что для всякого и псалом большего нуля найдется такая дельта от и псалом больше нуля такая, что для всех иксов из окрестностей дельта окрестностей x0 значит, я пишу сейчас здесь, я использую тут не проколутую окрестность, потому что функция непрерывная. Значит, верно, что f от x так, ну здесь будет не f от x, а z от x z от x минус z от x0 значит, вот это расстояние меньше и псалом то есть мы можем выбрать и псалом на окрестность вокруг точки значит, вот это у нас точка z от x0 это у нас точка x0 и значит, если мы выберем и псалом достаточно маленьким, то поскольку мы будем жить только внутри вот этого коридорчика значит, ниже нуля мы не пройдем остается только вопрос, какой и псалом выбрать половина расстояния от нуля до до куда? до z от x0 до z от x0 да, возьмем просто y равный z от x0 пополам поскольку z от x0 положительным, то мы получим какое-то положительное число и теперь мы получим какую-то окрестность какую-то дельту окрестность такую, что вся наша функция живет внутри внутри вот этого самого эпсилон-коридорчика но поскольку эпсилон мы взяли вот такой то нижняя его граница уж точно положительна ну а значит, все точки, которые живут в этом коридорчике, они уж точно положительны имеют положительные y-координаты значит, вот дельта от этого эпсилона а на z от x0 пополам из комы можно еще раз, что нам дает вообще эта дельта, которую мы искали? значит, эта дельта нам дает следующее она нам дает некоторую окрестность про которую мы точно знаем, что в этой окрестности значит, вот мы точно знаем, что в этой окрестности наша функция h совпадает просто с функцией f то есть, вот пусть у меня вот эта вот штука вот эта штука это f а вот эта штука это g значит, мы взяли точку x0 в точке x0 у меня f от x0 меньше, чем g от x0 поэтому h в точке x0 совпадает с f в точке x0 и я хочу сказать, что вот это, что то же самое будет выполняться не только в самой точке x0 но и в каких-то близких точках то есть, в целой окрестности значит, сделали мы это вот так мы это доказали таким образом взяли разность сказали, что разность непрерывная как разность непрерывных функций и сказали, что она в самой точке x0 принимает положительное значение ну, а дальше мы сказали, что значит есть некоторая дельта окрестность в которой она тоже принимает положительные значения утверждение, что вот эта z принимает положительное значение как раз означает, что f меньше g Да, это понятно. А почему мы рассматриваем, что по модулю у нас z от x минус z от x0 меньше эпсилла? Почему мы рассматриваем вот это расстояние между z от x и z от x0? В силу непрерывности предел функции z при x, стремящемся к x0, равен z от x0. Ну да, все, я поняла. Предел при x, стремящемся к x0, z от x, равен z от x0. Вот здесь этот предел расписан. Хорошо. То есть вы сказали, что z от x0 как бы положительное, соответственно и z от x тоже положительное. Потому что z от x0 положительный, поскольку мы выбрали маленький эпсилон, то тогда z от x тоже положительный на все вот эти окрестности. Ну, если мы говорим, эпсилон мы выбрали вот ровно таким, чтобы гарантировать, что все точки, которые в эту эпсилон-окрестность попадают, они все положительные. Просто мы выбрали эпсилон, равный половине вот этого расстояния. Окей? Да, это понятно. Вот. Ну, отлично. Теперь смотрите. То есть мы знаем, что в этом случае наша функция h просто совпадает с функцией f на каком-то отрезочке, на каком-то промежутке какой-то окрестности. Но с точки зрения предела нас ничего не интересует за пределами этой окрестности. Что происходит с функцией h вот тут, с точки зрения предела при x, стремящемся к x0, неинтересно. Потому что когда мы говорим про предел, мы говорим, что там дельта можно выбрать произвольным образом. Значит, если мы захотим, чтобы дельта была бы меньше, чем радиус той окрестности, который мы сейчас построили, мы этого можем потребовать. Никакая модификация функции за пределами этой окрестности не влияет на предел. То есть то же самое у нас было с последовательностью. Помните, мы говорили, что если мы как-то меняем начало последовательности, то на предел это никак не влияет. Тут тоже та же самая история. И теперь, если мы знаем, что вот в этой окрестности наша функция просто совпадает с функцией f, то это означает, что она непрерывна в точке x0. То есть предел, мы выяснили, что в некоторой окрестности в точке x0 h от x равняется f от x. Следовательно, предел при x стремящемся как с 0. h от x просто равняется пределу f от x. Эта штука по непрерывности f равняется f от x к нулевому. И эта штука равняется h от x к нулевому. Следовательно, h непрерывна в точке x0. А можно вопрос? Вот мы рассмотрели только какую-то конкретную окрестность. А что было бы, если бы, например, z от x меньше нуля? То есть нам же, получается, заново нужно было? Хороший вопрос. Да, мы пока рассмотрели только один кусочек, мы пока рассмотрели только первый случай. Значит, первый случай – это когда в нашей точке значение функции определяется f-кой. Могло бы быть наоборот. Могло бы быть, что не f от x0 меньше g от x0, а наоборот f от x0 больше, чем g от x0. Ну, понятно, что в этом случае все дословно было бы повторено, просто f везде заменилось бы на g. Вот в таких моментах можно это как-то все обучать и сказать аналогично для g от x, потому что времени уйдет еще минут 7, это все переписать. Ну, можно, да. Можно сказать, что другой случай рассматривается аналогично, но пояснить, какие замены вы делаете. В данном случае можно было бы сказать, что другой случай рассматривается аналогично, просто давайте скажем, что z – это наоборот не g минус f, а f минус g. и, собственно говоря, и все. И вот в этом равенстве заменим f на g. Можете еще быстренько повторить это решение сначала? Сейчас, а мы его еще не закончили. Я могу повторить сейчас, а могу рассмотреть оставшиеся случаи. Мы пока рассмотрели только случаи, когда они разные. f в точке x0, g в точке x0 разные. То есть мы рассмотрели все точки вот такого типа, где один график лежит над другим графиком. Но остается еще вот такой случай, когда они совпадают. Мы его еще не рассмотрели. Как лучше рассмотреть сейчас или еще раз повторить? Ну, лучше бы первый случай, чтобы он точно понятный. Давайте. Смотрите, мы сейчас пока рассматриваем вот такой случай. На картинке он соответствует вот такой вот штуке. Идея очень простая. Я говорю, что вот в этом случае f от x0 меньше, чем g от x0. Значит, по определению минимума это означает, что h принимает как раз вот это значение. Дальше мы доказали, что в некоторой окрестности точки x0 вот такого же типа неравенства будет выполняться. То есть f от x меньше, чем g от x в некоторой окрестности точки x0. После этого я сказал, что в этом случае, поскольку на предел влияет только то, что происходит в какой-то окрестности, в этом случае просто предел функции h это то же самое, что предел функции f. Соответственно, дальше я говорю, что предел при экстреме, чем сека x0 h равняется пределу при экстреме, чем сека x0 f. Это и есть f от x0 в силу непрерывности. Значит, это у нас непрерывность f. Ну, а с другой стороны, f от x0 равняется h от x0, опять же, по нашим предположениям, потому что мы считаем, что f от x0 меньше. Значит, мы доказали, что h непрерывно в точке x0. Есть ли еще какой-то вопрос по этому? Нет, краски, хотелось понять, почему в этой окрестности h от x будет равно f от x еще. А, вот эта часть. Краски, z от x, да, непонятно. Вот эта часть. Хорошо, смотрите, давайте еще раз повторим на эту штуку. Значит, я говорю следующее, что вот у меня z от x это какая-то непрерывная функция. И мы про нее знаем, что она в точке x0 больше нуля. Давайте, значит, во-первых, давайте запишем условия непрерывности. Просто, значит, условия непрерывности записываются вот так. И давайте этот предел запишем по каши. Значит, он говорит, что для всякого ε найдется такая окрестность в точке x0, такая дельта, что во всех точках этой окрестности расстояние от z от x до z от x0 меньше ε. То есть это означает, что вот я вокруг z от x0 отложил вверх и вниз, отложил ε. И я знаю, что у меня есть такая окрестность в горизонтале, такая, что весь мой график лежит вот здесь. Осталось сделать так, чтобы вот эта окрестность не содержала в себе никаких отрицательных чисел. Мы это делаем просто говоря, что возьмем ε, равный половине вот этого расстояния. От z от x0 до 0. Но z от x0 положительная, поэтому мы здесь не модуль пишем, он просто z от x0 пополам. Вот выбрали такой ε. В соответствии с определением предела получили дельту. Такую, что если у меня x лежит вот в этой дельте окрестности, то y лежит вот в этой ε окрестности. Значит, я точно знаю, что вот эти вот все значения, в этом случае значения z, они все положительные. Но это как раз ровно то, что мне нужно. Потому что если у меня z положительная, это как раз и означает, что g от x больше, чем f от x. Спасибо большое. А мы вот это вот рассматриваем в случае для того, чтобы показать, что вообще возможно рассмотрение случая f от x0 меньше, чем g от x0. Ну, то есть для того, чтобы показать, что такое вообще существует? Нет, что значит, то, что такое существует, вот я нарисовал две функции, вот явно, что в какой-то точке f меньше, чем g. Что значит то, что такое существует? Конечно, существует. Мы рассматриваем этот случай и доказываем, что вот в этом случае функция непрерывна в точке x0. Мы говорим так, что вот в этом случае у меня моя функция h будет совпадать с функцией f в какой-то окрестности точки x0. И значит, она там будет непрерывна, потому что f там непрерывна. Если совсем коротко, то это рассуждение вот такое. Но это для тех точек, для которых f меньше, чем g. Для тех, для которых f больше, чем g доказывается, точно так же просто меняется, везде f на g меняется. Следующий случай, который нам нужно рассмотреть, это вот такой случай, когда мы, наоборот, попали в ту точку, где у нас эти графики пересекаются, когда f равняется g. Почему этот случай отличается от предыдущего? Ну, потому что здесь мы вообще говоря не знаем, чему равны значения. Какой из функций равно h. Оно может быть равно то ли f, то ли g, и мы не знаем, кому оно равна в близких точках. И поэтому здесь нужно будет действовать по-другому. Давайте посмотрим, как. Значит, второй случай. Ну, давайте я напишу, что f от x0 больше, чем g от x0. Рассматривается аналогично. Заменим f на g. Значит, f и g просто поменяем местами, и ровно то же самое доказательство пройдет. И третий оставшийся случай, когда f от x0 равняется g от x0. Ну, давайте посмотрим, что тогда будет происходить. Значит, вот у меня сейчас какая-то вот такая вот картинка. Давайте я одним цветом нарисую одну функцию. Другим цветом другую. И, значит, вот у меня красненькая, и это моя h. Значит, вот это, допустим, y равняется f от x0. Вот это, это y равняется g от x. Так, ну, давайте смотреть, что в этом случае будет происходить. Значит, смотрите, если я, если у меня x, значит, какая идея? Если x близок к x0, ну, вообще говоря, я не знаю, какое, чему равняется h. Оно может равняться, оно может равняться f, а может равняться g. Но, с другой стороны, я знаю вот что. Смотрите, если x близок к x0, то к чему близко значение, например, f? f от x0? f от x0, да. А если такой же вопрос про g задать, то к чему близко g? Ну, g от x0. Да, но это другое число? Это одно и то же. Это одно и то же. Это одно и то же. То есть, смотрите, что получается. Вот в предыдущем случае f и g, значения f и g могли быть далеки друг от друга, но зато мы знали, чему равняется h. Мы точно знали, что h – это, например, f. А здесь другая ситуация. Здесь мы не знаем, чему равно h, но мы знаем, что чему бы оно ни было равно, и f, и g, они обе приближаются к одному и тому же числу x0. К одному и тому же числу, у которого равно f от x0 равняется g от x0. Давайте я как-нибудь это число обозначу, пусть оно называется y0. И ключевая идея такая. Это, если x близок к x0, то f от x близок к y0 и g от x близок к y0. Поэтому, в общем-то, неважно, чему равняется h. h, оно может равняться f, может равняться g, но нам не очень важно, чему именно. Потому что и f, и g, они обе будут близки к одному и тому же числу y0. Кстати, этот y0, он же равен h от x0. Ну вот, давайте это формализуем. Формализуется это так. Давайте напишем два предела. Предел при х, стремящемся к x0, g от x равен y0. Предел при х, стремящемся к x0, f от x тоже равен y0. Ну, давайте это я все в квантерах запишу. Значит, для всякого epsilon большего 0 найдется такая... Давайте я напишу delta1. Delta1 от epsilon такая, что для всех x, если x минус x0, меньше delta1 больше 0, хотя здесь можно не писать про больше 0, потому что все равно все непрерывно. f. Сейчас, здесь я пишу про g. Давайте пусть будет g от x. Меньше либо равняется... Ну, окей. g от x минус y0 по модулю меньше epsilon. Значит, вот один предел, и вот другой предел он устроен точно так же. г от x. Теперь мне известно, что... что h от x равняется f от x либо h от x равняется g от x это верно у нас вообще всегда поскольку h от x это минимум из f и g то значит оно равно либо одному либо другому и теперь мы хотим хотим такое утверждение какое утверждение мы хотим доказать да и сначала в терминных пределов что лим h от x будет равняться h от x 0 да чем равняется h от x 0 и грек 0 до тому же самым грек 0 значит предел при их стремящемся как столь да совершенно верно а ну собственно говоря ну давайте напишу определение всякого x значит я здесь везде не пишу что вот эта штука должна быть больше нуля везде не прокалываю окрестность не позабывчивости а потому что у меня функции непрерывные и для непрерывных функций это ограничение можно не писать потому что в непрерывной функции в том случае когда x равняется x 0 просто же от x равняется вот тому числу к которому должно стремиться поэтому это неравенство в любом случае выполняется вот теперь вопрос как выбрать дельту у нас есть вот такая штука вот такая штука и вот такая штука хотим вот такую штуку вопрос как выбрать дельту берем минимум из дельта 1 дельта 2 да совершенно верно берем просто дельта это минимум из дельта 1 от эпсилон и дельта 2 от эпсилон понятно почему это сработает можно просто почему одинаковый эпсилон выбираем но значит я мог бы здесь написать эпсилон 1 а здесь написать эпсилон 2 но на самом деле они будут все равно мы их приравняем к нашему тому эпсилону который у нас здесь нам нам да нам дан какой-то эпсилон мы его подставим и сюда и сюда потому что нам в конечном итоге нужно вот такое неравенство и мы сейчас вот это неравенство извлечем соответственно из вот этих вот и поэтому я хочу чтобы вот здесь вот был бы тот же эпсилон который вот здесь вот этот эпсилон вот сюда вы должен быть подставлен значит понятно ли почему почему это почему такая дельта сработает да расскажите но там же получается что у нас тогда промежуток который мы выбираем но поставили такое что у нас либо у нас типа тогда либо джи точки в g от x близки к игрек 0 либо f от x близки к игрек 0 и соответственно мы можем сделать вывод что от h от x близок к игрек 0 сейчас вы сказали либо те близки либо те близки но может такое быть что одни близки другие нет что f от x близко и же от x не близко у нас же есть тут условия что а шат х равно либо f от x либо g от x просто подставим скажем давайте рассмотрим до случай когда а шат х равно f от x и тогда выполняется и то же самое для g от x ну да то есть то есть как бы преимущество того что мы здесь выбрали именно минимум он нам гарантирует что одновременно выполняется и вот это неравенство вот это неравенство вот для вот так выбранный для вот так выбранный дельта для всех иксов которые принадлежат вот такой дельта окрестности они одновременно принадлежат и вот это дельта окрестности вот этой окрестности если мы взяли пересечения. Так, мне кажется, перестало рисоваться. И это означает, что и вот это неравенство выполняется, и вот это неравенство выполняется. А с другой стороны, когда мы смотрим на вот это неравенство, мы понимаем, что здесь вместо h написано то ли f, то ли g. Но если вот оба этих неравенства выполняются, то значит и вот это неравенство будет выполняться вне зависимости от того, что именно здесь вместо h написано, f или g. Потому что оно превращается либо в такое неравенство, либо в такое. Ну вот, собственно говоря, и все доказательства. Вот. Короткая версия этого доказательства такая. Заметим, что минимум из двух чисел а и b это есть... Сейчас. Что это такое? Модуль... Сейчас, секунду, дайте вспомню. Короче, идея такая, чтобы выразить минимум через модуль. Значит, вот, например... Вот, например, минимум из х и нуля это есть... Сейчас. Мы сейчас хотим сказать про концы что-то отрезков? Нет, нет, нет. Ну, концы рассматриваются ровно точно так же, просто там нужно односторонние пределы брать. Все остальное там ровно точно так же работает, там нужно брать односторонние окрестносты, односторонние пределы и так далее. Почему мы их сразу не могли, ну, как бы, включить, чтобы упростить себе работу тут? Ну, потому что здесь мы как... Здесь мы работаем с двусторонними окрестностями. Видите, у нас здесь везде написаны какие-то двусторонние штуки. Но, значит, здесь, скажем так, я совершенно был бы доволен, если бы вы написали бы вот все доказательства, которые сейчас здесь написаны, и написали бы, что в концах нужно рассмотреть просто односторонние пределы. Я бы считал бы, что это полное доказательство. Да, хорошо. Вот. Сейчас я пытаюсь вспомнить, как минимум записать через модули, потому что тогда это можно совсем дешево доказать, эту теорему. А что с пределами? Нужно еще пределы рассмотреть? Нет, нет, ну, просто, если у нас функция, значит, если у нас вопрос про непрерывность функции на отрезке, то обычно это означает, обычно требуется, чтобы функция была непрерывна во всех точках отрезка, а в концах отрезка требуется, так сказать, односторонняя непрерывность. Вот. Поэтому формально нам нужно было бы, вот мы сейчас рассматривали случай, когда x0 – это внутренняя точка нашей области определения, рисовали какие-то вот такие двусторонние окрестности, писали какие-то вот такие вот пределы при стремящемся к x0. Ну, вот технически все это можно делать в том случае, если x0 – это внутренняя точка области определения. Если x0 – это граничная точка области определения, то есть граница того отрезка, на котором все живет, то, в принципе, по-хорошему здесь надо было бы рассмотреть еще отдельно, сказать, как доказательство меняется, если нас интересует как раз конец отрезка. Но доказательство меняется совершенно незначительно, а именно просто вместо всех этих пределов вот таких вот мы пишем односторонние пределы, ну и соответствующим образом меняются вот здесь вот эти вот окрестности, меняются на соответствующие односторонние окрестности. Но больше ничего не меняется, и, в общем, здесь никакой содержательной сложности не возникает. Вот. Так, давайте я сейчас хочу сделать вот такую штуку. Допустим, x – mod x. Вот это что такое? Например, x плюс модуль x. Это что за функция такая? Значит, если x положительный, то это 2x. А если x отрицательный, то это 0. Правильно? То есть, иными словами, если я возьму x плюс модуль x пополам, то это есть... Это есть максимум из нуля и икса. Правильно? Как бы мне теперь через модуль выразить... Допустим, минимум двух чисел, ну или максимум двух чисел. Типа, нужно сказать такую штуку, что это есть... На самом деле, максимум из двух чисел, максимум из а и b. Это есть а плюс максимум из нуля и b минус а. Я правда написал или нет? Значит, если а большое... Если а больше b, то тогда вот этот максимум равен нулю. А если а меньше b, то тогда вот этот максимум, он как раз добивает а до b. Так что можно сказать вот такую штуку. Таким образом, можно сказать, что это есть а плюс модуль а плюс b минус а плюс модуль b минус а пополам. Правильно? Похоже на правду. Ну вот, если мы вот так вот запишем максимум из двух чисел, то теперь мы можем сказать, что наша функция h, это на самом деле вот такая функция. Ну, хорошо. У нас разумеет минимум? У нас был минимум, а я придумал формулу для максимума, поэтому говорю про максимум. Ну, понятно, что из максимума можно сделать минимум, а надо просто знаки поменять. Ну, то есть, если у вас есть максимум, как из него сделать минимум? Вот минимум из а и b – это минус максимум из минус а минус b. Поэтому на самом деле максимум и минимум, конечно, взаимозаменяем. Но у меня получился максимум, пусть будет максимум. Значит, максимум из f от x, g от x – это и есть, на самом деле, вот такая штука. Вот, а дальше можно сказать, что мы знаем, что модуль – непрерывная функция, сумма непрерывная функция – непрерывная функция, и поэтому это непрерывная функция. Надо сказать, что я до этого в доказательстве не додумался. Мне его подсказал Семен Табанаков, с которым мы проверяли этот midterm. И, кажется, кто-то из студентов, кто тогда этот midterm писал, придумал как раз тоже такое доказательство. А может быть, и никто не придумал. А Семен как раз расстраивался, что никто не придумал. Но, скажем так, догадаться до вот этого, мне кажется, невозможно. И догадаться до вот этого более громоздкого доказательства можно, и я бы его делал именно так. А вот какова вероятность, что у нас будет что-то похожее на midterm, чтобы мы, как бы, может, еще посидели над вот этим последним доказательством? Вообще, вот структура midterm в этом году, она будет похожа? То есть по теме, ну, то есть по применяемым теоремам они более-менее совпадают? Ну, как, смотрите, у нас более-менее midterm всегда проходит примерно в одно и то же время, и к этому моменту мы успеваем рассказать примерно один и тот же материал по объему. Вот, поэтому тема, конечно, похожа, но это не значит, что вот конкретно на такой способ рассуждения будет какая-то задача. Ну, не факт. Поэтому, в некотором смысле, одна самостоятельно решенная задача, мне кажется, всегда ценнее, чем две задачи, доказательства которых вы откуда-то узнали и разобрали. Вот, хотя две задачи, доказательства которых вы откуда-то узнали и разобрали, лучше, чем ничего. Лучше, чем ноль самостоятельно решенных задач. Вот, так что, ну, тема, ну, вы видите, что это ровно те темы, которые мы обсуждали. Да, непрерывность, определение предела, то есть все пятое-десятое. Ну, вот это вот тот же самый круг тем, то, что мы обсуждали весь этот модуль. Оно и будет. Ну, как бы, да, ну, это была сложная задача. То есть вот с этой задачей не очень много народу справилось. Так что, если вас сейчас она немножко пугает, это в какой-то мере нормально. Вот, но при этом я бы не сказал, что она какая-то прям суперсложная. То есть, да, она требует какой-то техники, она требует того, чтобы вы понимали, как работать с пределами, как, значит, пользоваться определением предела для того, чтобы получать нужные вам утверждения. Она требует того, чтобы вы понимали, что вот задачу можно, допустим, декомпозировать, разделить там на какие-то случаи и могли бы рассмотреть каждый случай по отдельности. Ну, вот таких, конечно, навыков все это требует, да. Мы в какой-то мере этому... Да, извините, что ты видел, да, потом спрошу. Ну, я просто говорю, что мы в какой-то мере вот этому вот все это время учились и продолжаем учиться, так что... Просто по оценке хотел спросить, получается же там без квантия будет считаться, что наработал, как бы, то и получил, или как? И это всегда философский вопрос. Как правило, мы никак не нормируем медтерм. И вообще, как правило, мы ничего не нормируем, но при этом оценки итоговые соответствуют здравому смыслу. То есть у нас есть некоторые... У нас не должна быть ситуация, что все получили десятки, у нас не должна быть ситуация, что 80% людей получили неолды. Ну, вот между этими двумя крайностями мы как-то вполне успешно находимся где-то посередине. Но единственное, что мы делаем, это мы... Ну, то есть если я вижу, что, допустим, реально там я придумал какую-то гробовую задачу, с которой никто не справился, то, в принципе, я могу этот самый шкалу оценивания медтерма немножко растянуть. То есть, допустим, ставить десятку за медтерм не за все решенные задачи, а, скажем так, за 5 из 6. Такое бывает. Не всегда, но бывает. То есть там, получается, считается количество баллов и поделить на общее количество, да? И там уже переходит... Ну, да. Значит, ну, как правило, формула линейная. То есть количество баллов поделить на общее, и, может быть, умножить на какой-то коэффициент, который говорит, что... Вот, который говорит, что да, что... Что вариант получился таким, что сделать его за отведенное время – это большое достижение. Сделать его целиком. Такое тоже бывает. А итоговая будет уже округленная, да? То есть, либо вверх, либо вверх, либо вверх, либо вверх. Ну, совсем итоговую оценку мы округляем, но в промежутках мы ничего не округляем. Как оно получается, так оно и есть. То есть, как бы, оценка за миттерм – это вещественное число. Ноля до десяти. Иногда бывает больше десяти. Вот. Так, хорошо. То есть, какие у нас еще были вопросы? А можно будет, если мы еще успеем попросить, разобрать с 5-ю и 6-ю и с 2019-го года? С 19-го, 5-го и 6-го. А вот можно задачи, которые сейчас из миттерма мы не успеем разобрать, как-то потом их решение скинуть в чат, если будет возможность. Ну, чтобы даже если мы сейчас не успеем на консультацию, мы хотя бы сделали сами и потом сравнили. Вот шестая задача тоже из года 2018-го, потому что я понимаю, у других тоже похожие вопросы. Ну, смотрите, у меня нет написанных решений этих задач. И, честно говоря, я даже не уверен, насколько они были бы полезны. То есть, мне кажется, что прорешать десяток задач из семинара полезнее, чем разбираться в какой-нибудь из этих задачек. Вот, но прям готовых решений этих миттермов у меня вот сейчас под рукой нет. И вряд ли я успею к завтрашнему дню их сотворить. Вот. Ну, хорошо, давайте, значит, что там у нас. Шестая задача из того же миттерма. А, это я люблю, эту задачу. Какая красота. Значит, у меня есть функция f. Монотонный возраст, значит, функция f определена всюду на r. И монотонно возрастает. Строго. И у меня есть два утверждения. Страшно выглядящие. Значит, одно утверждение такое. Значит, вот это утверждение 1, и есть утверждение 2. Вот такое. И требуется понять, правда ли, что эти два утверждения эквивалентны друг другу. Правда ли, что из 2 следует 1, и правда ли, что из 1 следует 2. Ну, давайте посмотрим, значит, чего у нас здесь вообще сказано. Самое главное – это понять, что написано в условии. А именно, значит, у меня есть монотонная функция, возрастающая. И известно вот что. Значит, вот у меня есть x0. А, x0 у меня в данном случае – это что такое? Четверка. Минус четверка. Хорошо. Я перенесу в ось. Значит, и... Теперь. Ну, во-первых, у меня есть утверждение просто, что предел равен минус 2. Ну, давайте я скажу, что про вот эту точку мне ничего не сказано. Ну, точнее, давайте будем считать, что здесь у меня что-нибудь выголото, просто чтобы было понятно, что это необязательно значение функции в этой точке. И здесь у меня будет значение минус 2, предел. Значит, вот второе утверждение – это просто утверждение о том, что предел равен минус 2. Давайте посмотрим на первое утверждение. Что оно говорит? Мы знаем, что то, что вот в скобках, грубо говоря, функция g от n, она всегда стремится к минус 4. Да. Значит, во-первых, вот эта штука стремится к минус 4, это последовательность. А во-вторых, значит, здесь можно заметить, что она стремится к минус 4 вот так, с разных сторон. Она такая чередующаяся. То больше, то меньше. И известно, что вот такой предел равен минус 2. Значит, правда ли, что… Первый вопрос на самом деле простой. Правда ли, что из 2 следует 1? Правда или нет? Да. Почему? Мы можем установить область, начиная с которой f от x будет очень близок к минус 2. И мы можем найти такое n, начиная с которого вот эта вот скобка будет лежать в этой области от минус 4. И получается… Да, у вас совершенно правильный, совершенно правильный путь к доказательству. Единственное, что можно его не проходить заново, потому что мы его уже один раз прошли. И здесь достаточно единственной ссылки. На что? На пределку. На пределку. На пределку. На пределку. Здесь выбрана какая-то последовательность, которая стремится к минус 4. Ни один ее член не равен минус 4. Она удовлетворяет требования ее определения по гейну. И, значит, действительно из утверждения 2 должно следовать утверждение 1. Это дешевая часть. За нее давалось 5 баллов. Дорогая часть – это, на самом деле, доказать, что в обратную сторону тоже верно. На самом деле, идея здесь примерно такая. Нам важно то, что функция монотонная. И важно то, что мы можем… Кстати, вот так, как я нарисовал, конечно, не может быть, потому что тогда функция не монотонна. Давайте я все-таки вернусь сюда, в точку. На самом деле, она тут непрерывной будет. Вынуждена. Вот. Давайте смотреть. Значит, за счет того, что функция монотонна, вот что мы точно знаем. Смотрите. Значит, что хочется сказать. Хочется сказать, что у нас вот эти вот точечки слева, они, значит, можно сделать… Ну, давайте я нарисую такую картинку. Значит, вот у меня вот эти точечки. Вот здесь у меня есть точка минус 4. И вот у меня тут есть точка минус 2. Значит, на самом деле, идея примерно такая. Смотрите. Мы сегодня обсуждали, что если у функции, если у монотонной функции есть какой-то разрыв, частично мы обсуждали сегодня на консультации, но если вы не были на консультации, все равно такая задачка есть в семинарском листочке, что если у монотонной функции есть разрыв, то это обязательно разрыв типа скачок. Но если это разрыв типа скачок, то тогда здесь бы те точки, которые бы вот здесь вот стремились бы слева, вот эти вот точки, если бы мы приближались бы по ним, то у нас предел был бы не такой, как если бы мы приближались бы справа. Поэтому на самом деле никакого разрыва здесь нет. И на самом деле предел обязан быть равняться тоже вот этой вот минус 2. Но давайте это более аккуратно проговорим. Значит, что я хочу сказать. Значит, у нас есть две, на самом деле, как бы, можно представить нашу последовательность как чередующиеся элементы двух последовательностей. Значит, можно рассмотреть последовательность. Ну, давайте я вот эту вот штуку как-нибудь обозначу, пусть она называется xn. Да, и у нас есть x2n, они больше, чем минус 4. И есть x2n плюс 1. Они все меньше, чем минус 4. А xn – это вот то, что у меня здесь написано внутри f. Эти четные и нечетные штуки, они с разных сторон подходят к минус 4. Теперь, что мне известно. Значит, мне известен вот этот вот предел. Значит, если вот этот предел последовательности равен минус 2, то и предел любой подпоследовательности тоже равен минус 2. Поэтому, в частности, нам известно следующее, что предел при n, стремящемся к бесконечности, f от x2n равен минус 2. И предел при n, стремящемся к бесконечности, f от x2n плюс 1 тоже равен минус 2. Ну, давайте это запишем. Значит, для всякого ε больше 0 найдется такое n1 от ε, что для всех n маленьких больше, чем n1. f от x2n минус минус 2 по модулу меньше ε. Существует n2. Вот, а два наших, про два наших предела мы вот такие штуки знаем. А еще мы знаем монотонность. Значит, смотрите, теперь я предлагаю сделать вот такую штуку. Давайте я возьму… Я хочу сказать, что у меня для любого ε вот здесь найдется такая дельта. вот тут вот, да, здесь ε, такая, что вот в этой дельта окрестности у меня все точки будут лежать вот в этой ε окрестности. Это то, что я хочу доказать. Давайте сделаем так. Вот я знаю, что когда я буду прыгать по вот этим вот точкам xn, у меня значение функции f в этих точках будет становиться все ближе и ближе к минус 2. Но давайте я возьму две соседние такие точки. Что можно сказать про то, что происходит в промежутке между ними? Значит, если так оказалось, что я в одной точке вот здесь вот попал в эту окрестность и в другой точке вот здесь попал в эту же окрестность, что можно сказать про значение функции на всем вот этом отрезке, от одной точки до другой точки? Что она возрастает. Функция возрастает. Так, хорошо. А что можно сказать про значение? Что можно сказать про то, могут ли они быть далеки от минус 2? В каком плане далеки? Они же попадают в этот промежуток. Ну, сейчас. Я сейчас сказал про вот только концы этого отрезка. Я сейчас сказал, что у меня вот эта точка попала сюда и вот эта точка попала сюда. А что я теперь могу сказать про промежуточную точку? Значения, они же лежат между этими двумя точками, получается. Они тоже лежат. И значит, тоже лежат в этой окрестности. Да. То есть, смотрите, получается, что на самом деле вот эти… Значит, если я беру две соседние точки и значение функции f в этих двух соседних точках попадает в мою окрестность, то, в общем-то, я уже почти победил, потому что я уже нашел ту окрестность, которая меня интересует. Ну, почти. Меня интересует симметричная окрестность, а это какая-то другая окрестность. Ну, неважно, симметричную мы из нее потом сделаем. Опять же, впишем симметричную. Да, то есть, что я говорю? Я говорю следующее. Возьмем какой-нибудь n, который есть максимум из n1 от эпсилон и n2 от эпсилон. Тогда… Ну, и давайте я еще единицу прибавлю. Тогда, во-первых, f от x2n. Значит, вот это неравенство будет выполняться, и вот такое неравенство будет выполняться. Оба неравенства будут выполняться. Значит, при этом мы знаем, что у нас, как устроено, у нас четные иксы, иксы с четными номерами больше, чем минус 4, а иксы с нечетными номерами меньше, чем минус 4. Значит, вот где-то здесь у меня будет жить x2n, а где-то здесь будет жить x2n плюс 1. Тогда мы знаем, что для всех иксов, которые лежат вот на этом интервале, вот это неравенство тоже будет выполняться. Я поняла, что я не очень поняла, как мы пришли. То есть мы сейчас же брали просто точки, да, их бесконечно много. Да, отдельные точки. Отдельные точки брали, да. Это же не все. То есть, а если мы возьмем... Можете, пожалуйста, в условие, которое вверху. Если мы возьмем... Так. Нет, которое говорит нам, что это значит нашей последовательности. Если, в общем, мы немножко изменим, да, не сделаем не минус 1n, а добавим туда коэффициент 2, например, то и скажем, что предел уже от этой последовательности будет минус 4, то мы никак не будем противоречить. Я не очень понимаю, почему... Это же не любая последовательность, это же только одна последовательность. А нам для того, чтобы были эквивалентные... Ну, эквивалентность, нам нужно, чтобы была любая последовательность. Да, это... То, что вы говорите, это правда, но здесь мы, помимо того, что мы пользуемся тем, что вот этот предел равен минус 2, мы еще пользуемся очень сильной монотонностью. Я только не совсем понял ваш контрпример. Значит, что вы предлагаете сделать с этой последовательностью? Когда вы 2 добавите? Ну, вот 2 добавим в первое слагаемое. Просто... Вот так вот. Да-да-да, сделаем что-то такое. Почему? Да, это ничему не мешает. Просто вот эти точки будут теперь лежать изначально чуть-чуть более разряженно, но все равно же она будет стремиться к минус 4. Это на рассуждение никак не повлияет. Но мы тогда... Но если мы так сделаем, то это будет уже какая-то другая последовательность, и мы можем сказать, что она не стремится к... минус 2-ке. Вот смотрите, как раз мы сейчас выясняем, что такого не бывает. Смотрите, ключевой момент здесь вот какой. Значит, мы действительно сейчас взяли только две точки, которые принадлежат нашей последовательности, и сказали, что вот в этих двух точечках значение функции будет близко к минус 2-ке. Вот это то, что мы получили от последовательности. А следующий шаг, который позволяет нам вместо этих двух отдельных точек получить весь отрезок между ними, этот шаг требует монотонности. Мы говорим, что поскольку функция монотонна, то значение в промежуточных точках между вот этими двумя обязано лежать между вот этими двумя, между точками образа. А раз обе эти точки лежат в эпсилон-окрестности, то и любая точка между ними тоже будет лежать в эпсилон-окрестности. Здесь мы пользуемся монотонностью. Да, я поняла, я поняла, где здесь. Спасибо огромное. Действительно, без монотонности это, естественно, не сработает, потому что без монотонности мы могли бы сделать так, чтобы по вот этой последовательности нам все стремилось бы к минус 2-ке, а между этими точками этой последовательности нам могло бы вести себя как-нибудь гадко, как синус единице, деленное на х. И там никакого предела бы не было тогда. На смысле, вот такого вот предела бы не было. Но здесь мы как раз показываем, что если у нас есть монотонность, то есть вот нам запрещено вот такое вот поведение ассцелирующее, то тогда достаточно рассмотреть только одну последовательность, но которая вот так с двух сторон подходит. И этого хватит. Ну, собственно говоря, концовка доказательства такая, что мы теперь говорим, что... Значит, вот мы взяли две точки, про которые мы знаем, что для них значение f достаточно близко к минус 2. Тогда мы говорим, что для всех промежуточных точек то же самое выполняется. Вот здесь как раз вот это вот в силу монотонности. Ну, формально здесь как это можно написать? Можно сказать, что у нас f от x, допустим, меньше, чем f от x2n, а f от x2n меньше, чем минус 2 плюс эпсилон, а здесь с другой стороны f от x2n плюс первых, а эта штука больше, чем минус 2 минус эпсилон. Ну, как в терминах двух милиционеров. Вот. Поэтому f от x тоже лежит в соответствующей эпсилонокрестности. Ну, и, собственно говоря, все. Последний шаг – это сделать из этой окрестности симметричную. Точнее, вписать в нее симметричную окрестность. А как мы это сделаем? Возьмем минимум из них. Да, возьмем дельту. Значит, дельта – это минимум между чем и чем. Между расстоянием от минус 4 до… Да, ну, собственно говоря, можно вот так написать это. В силу того, что мы знаем, как эти точки лежат относительно минус 4, мы знаем, что модули раскроются вот таким образом. И все готово. Вот мы знаем, что эта дельта сработает. Вот. Ну, тоже такая задачка. Не знаю, мне вот эта задачка очень нравится. Она такая… Не знаю, мне кажется, она миленькая. И не всегда у меня такие задачки получаются. Миленькие. Вот. Так, есть ли еще вопросы по этой задаче? Ну, а вот мы подразумеваем, что в итоге у нас вот эта вот последовательность xn, она принимает не рациональные, а все вещественные значения. Нет, последовательность xn, это вот эта конкретная последовательность, она не принимает всех вещественных значений. Но поскольку в силу… Но мы пользуемся монотонностью и говорим, что если у нас… Если у нас есть две точечки, для которых значение f попало в нашу окрестность, значит, если есть две какие-то точки, для которых значение f попало в нашу окрестность, то тогда и во всех промежуточных точках, неважно, принадлежат ли они нашей последовательности, не принадлежат ли они нашей последовательности, и во всех промежуточных точках значение f тоже лежит в той же самой окрестности. Просто потому, что значение f лежит между вот этими двумя. Да, все понятно. Последовательность одна, и она проходит только еще одно число точек. Она не проходит все точки. Но за счет монотонности мы можем как бы выводы, которые мы видим по этой последовательности, распространить на все, на целые какие-то отрезки точек. И это как раз нам позволяет доказать, что все тут сработает. Так, ну хорошо, давайте поедем дальше. Так, что у нас еще было? 20-й. Так, ну скажите, какую сейчас еще рассмотреть? Значит, это мы рассмотрели 18-й, 5-й, 6-й задачи. Что еще рассмотреть? Можно из того списка, который у нас. Можно лучше 20-й год, но потом оставить, потому что он же вроде уже разобран. Да, там есть разбор 20-го года, правда. Ну давайте 19-й год, 5-я, 6-я задачи. Так, 19-й, 19-й. Так, номер 5, midterm, 19-й год. Значит, здесь такая история. Значит, у меня есть отрезочек. И я рассматриваю образ этого отрезка под действием какого-то отображения F. Полный образ. Значит, про функцию F мы говорим, что она определена на I, и F непрерывно на I. И требуется доказать, что существует такая точка C, что F от C равняется C. Существует неподвижная точка. При условии, что в первом случае F от I является подножеством отрезка I. Ну, давайте нарисуем картинку, что это все значит. Значит, вот у меня есть отрезок от 0 до 2. У меня есть функция, которая на этом отрезке определена. Значит, мне известно, что образ I является подножеством отрезка I. В частности, это означает, что концы моего отрезка, то есть F от 0 и F от 2 лежат тоже на этом же отрезке. И у меня есть какая-то непрерывная функция, которая как-то так устроена. И я хочу доказать, что есть такая точка, что F от C равняется C. Ну, давайте посмотрим на эту картинку. Что можно сказать про точки, для которых... Вот что можно сказать, где будет расположена та точка, которая соответствует вот этому C. Вот с этим условием. F от C равняется C. Значит, если я хочу построить точку на графике, которая соответствует вот этому условию, где она может быть? Может она, например, быть вот здесь? Нет, но мы строим прямую Y равный X, и она может быть только в точках пересечения. Совершенно верно. Значит, нам нужно доказать, что есть какая-то точка, в которой пересекается график нашей функции, и вот эта диагональ Y равняется X. На что похожа эта картинка? Воспоминание о каком утверждении на вас навевает эта картинка. Понятно, что она могла бы выглядеть не так. Значит, у нас функция могла бы вести себя как-нибудь по-другому. Например, она могла бы как-нибудь вести себя вот так вот, или еще как-нибудь. Но суть это и в том, что мы вот этого пересечения никак не избежим. Почему это так, и на что эта картинка вас, на какие воспоминания она навевает? Мне называется задача про 7 утра. Ну, да, похоже так. И что там происходило в той задаче? Во-первых, какой там главный математический инструмент использовался? Во-вторых, какой главный трюк? Можно уточнение сейчас? Да. Лучше дальше разнать, что f от i является под множеством i. Ну, это означает, что все точки… Значит, вот у нас есть полный образ. То есть это означает, что мы смотрим на всевозможные иксы, лежащие на отрезке от 0 до 2, и смотрим, куда они переходят. Это как бы то, что обычно называется областью значений в школе. Вот. Значит, смотрим на вот этот самый полный образ. И утверждается, что этот полный образ является под множеством нашего отрезка i. То есть, в частности, это означает, что у нас не может быть вот какой-нибудь вот такой ситуации. Вот такого не может быть. Или какой-нибудь вот такой вот ситуации. То есть у нас все вот эти вот точечки, у них y должны снова лежать вот на этом отрезке от 0 до 2. Ну, формально это просто утверждение, что вот это множество является под множеством вот этого множества. Вот. А это множество – это просто полный образ, чтобы было значение. Вот. Так, хорошо. Итак, значит, что будем делать? Ну, давайте сначала скажем, что… Ну, у нас, грубо говоря, есть функция f от i и функция y равно x. Да, ну, давайте f от x. И давайте скажем, что у меня есть функция f от x и есть просто функция x. Так, и что мы с ними сделаем? Мы можем рассмотреть разность f. Нам надо, грубо говоря, доказать, что f от x минус x равно 0. Да, совершенно верно. Во-первых, ключевое соображение номер один – это что вот эта точка пересечения – это в точности та точка, которая нас интересует. И это в точности решение уравнения h от x равно 0. То есть, вот это условие f от x равняется c – это все равно, что условие h от x равняется 0. Отлично. Что дальше? Ну, мы можем сказать, что эта функция непрерывна. h непрерывна, да, потому что f непрерывна, x непрерывный, значит, как сумма непрерывных. Так, хорошо. Что дальше? Нельзя от противного. Не, не нужно от противного. Тут все совершенно straightforward. Значит, хочу использовать непрерывность для того, чтобы доказать, что есть корень какого-то уравнения. Как это сделать? По теореме о корне? Да, что нужно проверить, чтобы использовать теорему о корне? У нас есть предпринимательные. Подложите на значку. Так, и как это мы проверяем? Ну, грубо говоря, функция там g… Так, не помню точно, вроде g от x, может, на… Ну, да, нам нужно, чтобы просто знаки, значит, знаки в концах были бы разные. Ну, давайте посмотрим, что мы можем сказать про знаки функции h в концах отрезка. Ну, возьмем, например, h от нуля, это равно f от нуля минус… Соответственно, равно f от нуля. Да, равно f от нуля. И что мы про него знаем? Это равно x. Нет, x равно нулю, значит. Да, так, ну, хорошо. Значит, вот мы знаем, что h от нуля равняется f от нуля. И что дальше? Что можно сказать про знак этой штуки? Ну, он либо равен нулю, и тогда у нас найдено вот это f от c равно c. Да, либо h от нуля равняется f от нуля равняется нулю, тогда… Либо больше нуля. Да, тогда c просто равно нулю, и все, все доказано. Либо f больше нуля. Почему f не может быть меньше нуля? Потому что тогда он будет лежать на отрезке. Да, и в силу вот этого условия. Да, соответственно, либо h от нуля равняется f от нуля больше нуля. Отлично. Так, а что с другим концом? Ну, тоже так же h от 2 равно f от 2 минус 2. И это равно либо а нулю, и тогда f от 2 равно 2. Либо меньше нуля. Совершенно верно. Значит, либо равно нулю, тогда c равняется 2, подойдет, либо меньше нуля. Значит, если она меньше нуля, тогда что? Значит, если так оказалось, что вот эта штука больше нуля, а вот эта штука меньше нуля. Тогда по теореме… Просто по теореме, а корни непрерывной функции существует наш c, лежащий от нуля до 2, такое, что h от c равняется нуля. А это ровно то, что мы хотели. Вот. Как, есть ли вопросы по этому пункту? На самом деле, пункт B я сейчас не хочу разбирать, потому что мне кажется, что полезно подумать над ним самостоятельно. После того, как мы разобрали пункт A, пункт B, кажется, не слишком сложный. Там тоже нужно нарисовать вот такого же, ой, вот такого же типа картинку. Тоже нужно рассмотреть вот такую функцию. То есть все основные технические ингредиенты мы ввели здесь. А дальше нужно понять, чем эта картинка отличается от предыдущей, и как бы ее адаптировать к тому, чтобы она обслуживала второй случай. Второй случай наоборот, если f от i содержит в себе весь i. Вот. Значит, это что касалось пятой задачи. Шестая задача. Ну да, шестая задача суровая. Хотя она мне тоже нравится. Шестая задача – это про то, что вы не можете решить эту задачу, если не знаете блестящим образом лекционный курс. Значит, здесь утверждение такое. Есть у нас вот такая функция. Функция g не является непрерывной в точке минус 1, но существует предел. при y, стремящемся к минус 1, g от y. И пусть известно, что выполняется как бы теорема о пределе сложной функции. Значит, доказать или опровергнуть? Ну, на самом деле, доказать. Опровергнуть, что в этом случае существует такая проколотая окрестность. у 0 дельта, допустим, дельта ноликовая в точке минус 1, что для всех иксов, принадлежащих этой окрестности, f от x не равен минус 1. Я напомню, что когда мы обсуждали теорему о пределе сложной функции, мы говорили, что у нас бывают два варианта. Либо внешняя функция непрерывна, и тогда теорема работает. Либо внутренняя функция в некоторой окрестности не принимает значения того, куда стремится вот этого значения. Давайте, может быть, для того, чтобы это было чуть-чуть более характерно, давайте здесь заменю числа. И скажу вот так. Значит, x у нас будет приближаться к минус 1, а y будет приближаться к 2. Вот. Значит, короче говоря, хочется сказать вот что. Хочется сказать, что в некотором смысле вот эти две версии теоремы о пределе сложной функции, они все исчерпывают. А именно, что если теорема о пределе сложной функции как бы срабатывает, что если это равенство верно, но непрерывности внешней функции нет, тогда обязательно должна быть вот такая вот штука. Давайте я нарисую картинку к этому. Так, значит, чего у нас здесь есть? Вот у меня здесь есть x и здесь есть точка минус 1. Дальше. У нас есть здесь y и здесь пусть будет z. Соответственно, вот тут у меня действует отображение f. У меня действует отображение g. Что нам известно? Нам известно, что... Да, здесь у меня есть где-то точка 2. И известно, во-первых, что под действием f точки, близкие к минус 1, переходят в точки, близкие к 2. А во-вторых, известно, что... Значит, давайте вот эту вот штуку... Давайте я как-нибудь обозначу. Пусть вот эта штука называется A большая. И у меня есть значение g в точке 2. Пусть у меня здесь есть какое-то A большая. Я знаю, что g в точке 2 не равняется этому A большому. А то, что у меня происходит... А то, что у меня вот в такой вот проколотой окрестности, оно все отображается куда-то вблизи A. Значит, вот картинка, которая иллюстрирует утверждение теоремы, такая. Что если, когда x близок... Значит, во-первых, вот эта вот часть условия. Значит, то, что g не является непрерывной в точке 2, говорит следующее, что близкие к точке 2 точки, они все отправляются куда-то здесь в окрестность этого A большого предела g. А само значение g в точке 2 отправляется куда-то в другое место. И вот это вот две разные точки. Значит, это первое. Второе. Нужно доказать, что g в точке 2 не равно A? Или это у нас из условий? Нет, это из условий. Значит, вот условие... У меня есть условие, что g не является непрерывной в точке 2. А большое – это предел g. А само значение в точке 2, оно должно отличаться от этого предела. Как бы если бы у меня вот эта вот штука отправлялась бы сюда же, то это бы как раз и означало бы, что предел равен значению. А у нас, нам сказано, что g не является непрерывной, поэтому 2 под действием g отправляется куда-то не в A, в какую-то другую точку. А близкие к двойке точки отправляются куда-то в близкие к A. Понятно. Вот как? Понятна картинка? Понятно ее... Значит, вот эта вот картинка, она сейчас соответствует вот этой вот части нашего утверждения. Да, понятно. Вот. Теперь мы хотим доказать, на самом деле, вот это утверждение. То есть мы хотим доказать следующее, что если мы будем приближаться к минус единице, то начиная с какого-то, как бы начиная с какой-то окрестности, минус единицы, мы никогда не будем попадать вот сюда вот. Да, еще нам известно вот что. Еще нам известно, что вся вот эта вот штука, значит, вот то, что сейчас нарисовано, это на самом деле вот эта часть. А еще у нас есть вот это утверждение про сложную функцию. Оно говорит следующее. Оно говорит, что все вот эти точки в окрестности точки минус один, они под действием композиции, то есть когда мы прогулялись сюда, а потом сюда, они тоже попадают в окрестность точки А. Чего хочется сказать? Хочется сказать, что в этом случае не может такого быть, чтобы у нас бы вблизи минус единица находились бы точки, которые бы переходили бы вот в эту вот самую двойку. Потому что если бы такие точки всегда бы находились бы вблизи минус единицы, то тогда мы бы, тогда эти точки отправлялись бы в G от двойки. А G от двойки далеко от А. А такого не может быть, потому что мы говорим, что все вот эти близкие точки, они отправляются в конечном итоге куда-то в окрестность точки А. Поэтому далеко от нее они отправляются не могут. Вот. Это пока была идея доказательства. Значит, формальное рассуждение устроено так. Во-первых, что нам известно? Нам известно, что... Давайте я возьму вот в этом... Распишу вот это вот утверждение. И в этом утверждении мне нужно взять такой эпсалон, чтобы вот эта вот окрестность не содержала точку G от двойки. Значит, давайте я скажу, что вот это вот утверждение звездочка. И утверждение звездочка переписывается так. Для всякого эпсалона большего нуля найдется такая дельта. Первое, что для всех иксов, если х минус минус единица по модулю меньше, чем дельта 1 больше нуля, то G от F от X минус A по модулю меньше, чем эпсалон. А, сейчас, вру. Я могу проще это написать. Сейчас кажется, нам это не понадобится. По-моему, я сейчас пытаюсь сделать слишком сложные доказательства. Давайте сделаем проще. Давайте от противного рассуждать. Пусть не существует. Пусть не правда, что существует такая дельта. Но что для всякого... Понятно, что сказать, что существует дельта окрестность, это все равно, что сказать, что существует дельта. Что для всех иксов из этой дельта окрестности проколотой ф от х не равняется двойке. Давайте напишем отрицание к этой штуке. Что получается? Для любой дельта окрестности существует икс. Что f от х равен 2. Что f от х равен 2. Теперь смотрите. Я хочу пройти к противоречию с утверждением, с вот этим вот утверждением. Заметим, что те иксы, для которых f от х равняется двойке, они, если я их подставляю в сложную функцию, они нас отправляют вот сюда, в g от двойки, которая не а, не равняется а. Поэтому чего я хочу? Я теперь хочу просто взять и сделать последовательность иксов, которые бы приближались к минус единице, и при этом как раз это были бы такие иксы, которые бы вот этому равенству удовлетворяли. А как мне такую последовательность изготовить? Значит, я хочу последовательность икс-энных, которые с одной стороны, я хочу, чтобы они бы стремились бы... Сейчас, только здесь не двойки должно быть, конечно, а от минус единицы. Да, в условии было правильно написано. Значит, вот она, последовательность от минус единицы. Простите, а вот здесь окрестность минус единицы. Значит, я хочу построить последовательность икс-энных, таких, чтобы икс-энная стремилась бы к минус единице, а f от икс-энная не стремилась бы к а. Точнее, не f от икс-энная, а g от f от икс-энная. Вот так. Значит, как бы мне такую последовательность изготовить? Я хочу воспользоваться вот этим вот. Суждением. Значит, здесь икс, он на самом деле зависит от дельта. Давайте я его так обозначу. Икс равняется икс от дельта 0. Значит, это на самом деле... Возьмем, например, дельта 0, равный 1 дельта n и получим. Да, совершенно верно. Будем просто брать хн, равный х от единицы, деленной на n. Вместо дельта 0 мы можем поставлять, что хотим. Значит, будем поставлять просто последовательность, стремящуюся к нулю. Тогда, поскольку х лежит в дельта 0 окрестности в точке минус 1, причем в проколотой, тогда это означает, что как раз икс-энная стремится к минус единице. Икс-энная никогда не равняется минус единице. Это за счет того, что здесь окрестность проколутая. А с другой стороны, мы знаем, что f от икс-энная равняется 2. А значит, чему равняется g от f от икс-энная? g от 2. Равняется g от 2, да. А с другой стороны, g от 2 – это не а. То есть, если я теперь рассматриваю предел при н, стремящемся к бесконечности g от f от икс-энная, то он равняется тоже g от 2, просто потому что это у меня постоянная последовательность. А с другой стороны, нам известно, что вот такой предел равен а, который не равно g от 2. Ну вот, мы и пришли к противоречию. Противоречие с утверждением, что предел при х, стремящемся к чему-то, к минус единице, g от f от икс равняется а, не равное g от 2. Значит, если бы вот эта штука была бы верна, то тогда с помощью определения по гейна мы бы сказали бы, что за счет того, что икс-энная стремится к минус единице, икс-энные все не равны минус единице, тогда бы вот такой предел тоже должен был бы быть равняться а, а он равняется чему-то другому, он равняется g от 2. Ну и, значит, пришли к противоречию. Значит, наше предположение о том, что такой окрестности не найдется, неверно. Ну и все. Значит, найдется. Спасибо. 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 Спасибо.